Всем привет! С вами новый выпуск Лаборатории культуры. Сегодня у нас чудесные гости. Прямо из Калининграда прилетел Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. И встретила его, и организовала, собственно, этот прилёт замечательная Софья Пикулева из Вятского художественного музея. Так, сейчас ты прочитай. Куратор выставок, культуролог, и больше, наверное, не буду, да, вот эту официальную часть. Привет, Саня. Вот, мы сегодня пишемся необычайно рано, поэтому я прошу прощения, если у меня какие-то непроснувшиеся ещё будут и речевые огрехи, из-за которых из приличного общества увольняют. Но дело в том, что нам надо проанонсировать, мне хотелось бы проанонсировать вечернюю лекцию Дмитрия, которая сегодня, 16 марта, а в 18.00 состоит в Советском художественном музее. И чтобы успеть вам всё рассказать, ещё о чём это будет лекция, чтобы вы успели посмотреть и собраться на неё вечером в 18.00, мы вот пишемся очень-очень рано. Вот, я надеюсь, мои гости более адекватные, более проснувшиеся сегодня. Итак, Дмитрий Булатов сегодня вечером прочитает лекцию «Искусство, кибернетика и адаптивные системы. 12+.» А всё это в рамках проекта, о котором расскажет нам Соня сейчас. Проект называется «Междисциплинарная лектория», правильно? Ну, почти. «Междисциплинарная диалогия», да, это не только лектории, это 7 лекций. Кстати, все эти лекции будут в прямом эфире, потому что вход свободный, места уже все заняты. То есть будет трансляция, да? Да, поэтому мы запланировали трансляцию и также запись подкаста с каждым гостем. А, то есть помимо лекции ещё будет подкаст. Круто. И это всё будет на странице музея, да? Да, это всё можно будет найти на страничке музея и на страничке Центра инновационного развития культуры, с которыми мы разрабатывали, в принципе, этот проект. Ну, давай расскажем о сути проекта, в чём смыслы спрятанные там. Да, это новый образовательный проект художественного музея. Мы решили поговорить о междисциплинарности в искусстве, ну и не только в искусстве. Обычно мы делаем лекции, строго направленные на классическое искусство, на классические музеи. И захотелось немножко эту историю перевернуть и поговорить всё-таки об актуальных практиках. Да, и начали мы с арт-эн-сайенс. Первоначально была идея сделать лекторию об арт-эн-сайенс, но потом мы его немножечко расширили. И получилось, что мы захотели поговорить и о постгуманизме. Твоём любимом, я помню. Да, к тому же делали проекты на эту тему. У нас была выставка «Внутри тебя в твоё отсутствие». И мы немножко затрагивали эти вопросы. Но какой-то обширной образовательной программы там не было. Но была онлайн-лекция. Дмитрий там читал лекцию с темой, к сожалению, не помню. Наверное, тоже что-то с арт-эн-сайенс. Да, видимо. Да, скорее всего. И мы подумали, а почему бы не расширить это до целого лектория. И поэтому до июля в Киров будут приезжать эксперты в разных областях. У нас не только будут и художники, будут кураторы, будут исследователи. И некоторые лекции будут даже не столько об искусстве, сколько о философии, например. Так, это кто? Да, к нам приезжает лектор. Она будет рассказывать о том, как общаются растения с точки зрения философии. Это будет лекция уже в апреле. Приезжает Ульяна Струговщикова. И с ней мы поговорим о растениях. Круто. Философия растений. Ладно, я надеюсь, она придёт к нам в студию. Мы тоже о чём-нибудь здесь пофилософствуем. Или, не знаю, по цветём попахнем, как цветочки. Так, и этот проект, он будет... То есть я правильно понимаю, что каждый раз это какая-то новая тема? Или это всё-таки в русле всех междисциплинарных каких-то практик? В русле, ну, не могу сказать, что точный на 100%. То есть немножко где-то затрагивает, где-то не совсем. То есть мы совсем в междисциплинарности не удержались. Но опять междисциплинарность — это очень широко. Безусловно, её в принципе не существует. Как некоторые говорят, это такой термин — уловка. Да, полидисциплинарность. То есть как бы вопрос к терминологии. И в принципе можно было избежать этого термина. Но решили обозначить. Да, надо сказать, что Софья уже очень давно... Кстати, как ты предпочитаешь? Софья или София? Софья. Софья? Такой русский вариант, не иудейский. Ну, просто на самом деле ты давно действительно занимаешься вот этой темой. И можно сказать, какая-то интеллектуальная родня для меня в Кирове. Потому что у меня тоже какие-то... А все мои театральные практики так или иначе связаны с сайенс-артом. Я почему-то привыкла говорить сайенс-арт. У вас арт и сайенс. Почему акцент такой сделан всё-таки на арт? Ну, в последнее время просто вот это терминологическое поле, оно постоянно меняется. Но в последнее время особенно было замечено разными исследователями, что сайенс-арт не всегда адекватно переводится, допустим, на русский язык. Как вот перевести сайенс-арт? Это либо переводят как научно-ориентированное искусство, научное искусство. Ну, и при переводе всегда возникают дополнительные какие-то значения, которые не всегда заложены в равенство отношений между искусством и наукой. Потому что в арт и сайенс – это просто знак равно, да, территория, которая настаивает на равенстве тех самых уже упомянутых междисциплинарных практик, да, если мы соглашаемся, что они вообще в принципе существуют. При переводе научно-ориентированное, научное искусство и тому подобное прочее возникает ощущение подчиненности или какой-то выгородки, что вот везде есть какое-то искусство, а вот здесь вот какое-то научно-ориентированное. И мне кажется, это очень неправильная была бы трактовка. Поэтому специалисты просто договорились именовать арт и сайенс для более чёткого обозначения той сферы, в которой они работают. Хорошо. Ну давайте тогда перейдём немножечко к теме Дмитрия, к лекции, ну и, может быть, более широкой какой-то практике, которыми вы занимаетесь. Потому что я не успела проговорить, что Дмитрий Булатов у нас художник, теоретик искусства, куратор, организовал и курировал более 20 международных проектов и выставок в области арт и сайенс и новых медиа. В общем, я не буду читать огромное количество регалий, которые здесь перечислены, но понимаю, что вы и как научный журналист, и как, в общем-то, практик, и как куратор этим занимаетесь много-много лет. И сейчас нам расскажете, в принципе, какие бывают проекты, и вашу оптику, то, как вы смотрите через теорию систем, через кибернетику. Это такая большая метапозиция, в которой вы находитесь по отношению к искусству? Или это вот какой-то такой небольшой сегмент, один из, на которые вы смотрите на взаимодействие науки и искусства? Это, скорее, последовательность и логика, которая пришел, поскольку довольно долгое время работаю именно в этой области искусства. Для тех, кто впервые слышит, что вообще такое арт и сайенс, я просто поясню, что такая область современного искусства, в которой художники задействуют различные наукоемкие технологии, решения, концептуальные приемы при производстве своих произведений искусства. При этом я всегда говорю, что если мы спросим ученого, либо инженера, который тоже вовлечен в такого рода практики, их определение может отличаться от того, что я дал. В моей картине мира это область современного искусства. Но они бы, наверное, говорили о том, что это какой-то третий сегмент, третья область, которая не в полной мере принадлежит ни искусству, ни науке. И, скорее всего, они были бы правы. Но поскольку я, как говорится, такой агент, преданный современному искусству, и, собственно, воспитался и вырос в этой концептуальной рамке, то для меня это область современного искусства. Это также является предметом дискуссии, когда, скажем, за круглым столом собираются ученые, художники, кураторы и инженеры, специалисты технические, то предметы разборки относительно арт-инсайенс могут продолжаться бесконечно. Это же прекрасно. Это говорит о становлении, незавершенности процесса. На мой взгляд, это здорово. Это говорит только о том, что эта область живая или до сих пор еще жива. Поскольку в ней все еще кипит и бурлит и не устоялась, как только терминологический, первый признак, как только в какой-то области терминология устаканивается, это значит, нужно тревожиться, нужно, значит, бежать куда-то на границе этих исследовательских областей. Как известно, все самое интересное происходит на границах тех или иных областей, снова возвращаясь к разговору о междисциплинарности. Что касается темы, о которой я сегодня буду говорить, там звучит страшное слово кибернетика, звучит не менее страшное слово адаптивной системы, и вообще непонятно, что со всем этим делать. Но на самом деле это такой взгляд из современности, мне хочется об этом думать, на то, как складывается общая картина видения в искусстве. Если вы помните традиционное искусство, ну, в кавычках назовем ее традиционное, отыскать традиционное искусство практически невозможно, да? Но так или иначе, эта традиция была задана, в которой мы живем, традиционного искусства, традиция была задана эпохой Просвещения. И там, если мы вспомним Витрувианского человека, там в центре мира стоит, расставив ручки и ножки, человек в круге, да? И он, по сути, делает такой знак и символ антропоцентризма. Человек в центре мира, а все остальное ему подчинено. Все божьи твари, все, ну, мы их сегодня называем нечеловеческими агентами, да? Но тогда они именовались божьими тварями. Все они подчинены человеку, были. И искусство, которое формировалось в рамках этой парадигмы, оно воспроизводило вот эти вот паттерны, вот эти нарративы, повествования. Человек – царь природы. И не только искусство. Наука и технология – все воспроизводили такого рода подходы. Сейчас вот эта вот концептуальная рамка, на мой, по меньшей мере, взгляд, кажется архаичной. Она не учитывает равенство и симметрию отношений, которые, как мне кажется, должны складываться между человеком и многочисленнейшими нечеловеческими акторами и агентами, которые нас окружают. И вот это вот изменение парадигмы, изменение оптики, и в том числе в искусстве, я постараюсь как бы рассматривать на примере современных проектов, реализованных в области art and science, как, собственно, художники воспроизводят вот это повествование равенства и симметрии, о которых, ну, кажется, более адекватно говорить в современных условиях, нежели воспроизводить вот эти вот классические нарративы, где человек – центр мира и природы. Мы видим, чем это оборачивается. Это и грандиозные экологические проблемы, и технологические катастрофы, и пандемии, и то, и все. И в 30-м перечислять можно очень много. И когда мы начинаем рисовать вот эту во многом фтуристическую картину равенства, мы его пока не наблюдаем. Но что такое искусство, и особенно современное искусство в особенности? Это моделирование каких-то идей и отношений, которые могли бы существовать. Не только которые существуют. Это мимикрия, это мимезис, отражение. Но и такой залог конструктивным привносим. Художник на примере реализованного проекта показывает, какие идеи и отношения могли бы быть в этой области. Ну да, моделинг мы создаем недействительное, чтобы познавать действительно такое утопическое воображение. Я хочу немножечко с вами, ну, не то чтобы поспорить, а опять же действуя из логики теории систем. Мне симпатичное описание взаимодействия, скажем, науки и искусства как раз с точки зрения Лумана и с точки зрения теории систем, где он понимает и науку, и искусство как все-таки замкнутые, самореферентные системы. И вот этого третьего, скажем так, какого-то создания третьего, чего-то третьего нового на границе вот этих замкнутых систем, оно, по сути, маловероятно. То есть, по большому счету, это взаимодействие можно рассматривать в каких-то трех аспектах. Когда, например, художники, самое простое, заимствуют какой-то объект из науки, ну, не принадлежащий, скажем, территории искусства. Самый простой пример — банка Супа, банка Супа Кэмпбелл, которая попадает из своего повседневного какого-то мира в галерею и становится, собственно, каким-то другим объектом. Концепт дюшановского писсуара. Абсолютно, да. Второй момент, когда, например, могут художники заимствовать каким-то образом инструментарий научный, да, то есть, ну, вот, к примеру, была какая-то история, когда художники в свой проект включили такой анализатор запахов, который анализирует запах человека и переводит, кодирует эту систему, переводит визуальный образ. То есть, получается, какие-то портреты, да. Это работа Екатеринбургской, а ныне Санкт-Петербургской группы «Куда бегут собаки». Да, отлично. Ну, или ваш, ну, я надеюсь, любимый Гай Бенари, да, это вот уже третий уровень, когда, собственно, действительно переходит в какую-то большую степень отстранённости, и, в общем-то, весь научный процесс художник принимает полностью и переводит в область искусства, когда, например, Гай Бенари, да, делает, выращивает нейронную сеть из крайней плоти. Тут обрастает огромным количеством метафор, да, там мозг, порождённый там из других клеток и какому-то своему там иудейскому, в общем-то, такому тоже большому метафорическому содержанию можно обернуться. Вот. Но есть как будто бы четвёртый уровень, самый такой желанный очень многими художниками, и о котором говорят, когда вот действительно произведение, оно в равной степени считывается и художниками, и учёными как своё, да, то есть оно действительно уже какой-то гибрид происходит в данном случае, не взаимодействие, ну, мы не украли там условно объект, инструмент или что-то ещё. Ну, вот, например, тоже какая-то голландская художница, я прошу прощения, у меня память как у Рыбкина, поэтому не вспомню её имени, когда она проводила городские исследования и наблюдала за повседневными практиками там пешеходов и написала об этом свою книжку, но это было именно такое исследование в области культуры, но, скажем, социологи восприняли её как материал, как свою, собственно, какую-то научную работу, хотя она не была написана так. Вот, и когда у вас происходят вот такого рода там гибридизации, может быть, в вашей практике, может быть, даже интереснее про какие-то вот такие, собственно, ваши наработки, какие-то свои примеры есть у вас, или это вот, ну, какая-то, может быть, слишком такая академическая придирчивая оптика, и её можно немножечко отбросить? Нет, в принципе, я должен поблагодарить вас за проведённую классификацию, она абсолютно адекватна. Она не моя, сразу скажу. Но она существует, да, действительно. И я соглашусь с вами, самый интересный уровень, вот этот самый четвёртый, он крайне редко, на мой взгляд, крайне редко встречается. Я просто сама всё время к нему стремлюсь в какой-то работе, и очень редко получается. И в качестве такого парадигматического примера я всегда привожу проекты и, в общем, рассказ о персоне моего коллеги, друга, который неоднократно приезжал в Россию, американского художника Джо Дэвиса. Вот он как раз, на мой взгляд, представляет всей своей деятельностью вот этот самый четвёртый уровень. Представьте ситуацию, когда произведение искусства обретает метаболические характеристики. Это значит, что оно изменяется, прости господи, размножается, может размножиться. Ну, те метаболические характеристики, которыми обладаем мы, как живые системы. Очевидно, по меньшей мере, должна измениться вообще вся система репрезентации подобного рода произведений. А как насчёт приобретения этих произведений? Как насчёт их хранения? Как насчёт коллекционирования? Короче, вы видите, вот эта вся цепочка, она начинает как бы дрожать. Здесь ещё этический момент, да, что думают бактерии по поводу того, что их таким образом используют. Да, и так далее, и тому подобное. И как только вот возникают, что сделал Дэвис в этом отношении, да? Мало того, чем он вошёл в историю науки? По большому счёту... Можно я уточню, каким образом вот он эти сигналы, да, перевёл вот именно в форму бактерий? Они как-то видоизменялись под действием каких-то там... Не-не-не, это кодировки, кодировки, кодировки. Первоначально сигнал, он берёт, допустим, картинку. Может быть, помните, аске арт такой был. Такая картинка, состоящая из единичек и нулей. А если вы помните фильмы Мехков и Фрейнлих, известный фильм, как назывался, научно-исследовательский институт, ну, такой советский фильм. Служебный роман. Служебный роман. Если вы помните, то секретарь сидела за столом, а у неё за спиной была Джоконда, распечатанная из единичек и нулей. Аске арт – это картинки, переданные из единичек и нулей. Так вот, эти единички и нули, они оказываются комплементарны элементам генома, аденин, гуанин, тимин, вот это вот всё. И, соответственно, сотрудники Мостучевского технологического института, взяв вот эту картинку 1-0, 1-0, 1-0, они могли перевести это сообщение в последовательность этих нуклеотидных оснований. По сути дела, Дэвис изобрёл то, что потом получило название синтетическая биология. То есть он в науку сделал вклад неимоверного масштаба. Теперь в каждом практически университете, естественно, научном университете, есть, скажем, факультет синтетической биологии. Это как раз методология, которая позволяет в лабораторных условиях составлять некие нуклеотидные, из нуклеотидных оснований некий геномный фрагмент и встраивать затем в поисках каких-то эффектов. Раньше, чем генетика или трансгенетика занималась, она брала некую последовательность в организме номер один и переносила методом горизонтального переноса в организм номер два, подразумевая, что у этого организма номер два появятся некие несвойственные ему характеристики. Ну, допустим, гены помидора переносятся в рыбу или гены рыбы в помидор, и вот этот помидор, значит, не гниет. Ну, условно говоря. Или плавать начинает. То в синтетической биологии получилось всё гораздо более радикализованным образом. Вы сидите в лаборатории и делаете, буквально делаете, составляете несуществующие в природе последовательности, которые затем встраиваете в организм, и этот организм получает некие несвойственные ему прежде характеристики. Вот это вот проделал Дэвис, и тем самым он отметился как на поле науки, так и на поле искусства, внеся фундаментальные изменения в практике художников, в их институциональное оформление, потому что вопросы, как хранить, как обменивать, как выставлять и тому подобное прочее, это основополагающее для бытования произведения искусства в музеях, центрах современного искусства и тому подобное прочее. Соня, ты можешь представить нашим художественным музеем такую выставку бактериальную? Ну, в принципе, как временное явление. Почему бы нет? Ведь такие выставки проходят. Я знаю, что проходят, да. Просто я почему спрашиваю именно тебя, что в Кирове этого практически нет, да? То есть интересуешься этим направлением, в принципе, вот из институции только ты, больше я никого не знаю. Даша Ткачева уехала, к сожалению. Вот. И каким образом могло бы вот такое интересное направление у нас присутствовать, в принципе, появляться и каким-то образом, ну, чтобы оно воспринималось нашими горожанами, да? Потому что, мало того, что многие действительно об этом не знают, здесь еще нужна какая-то предварительная подготовка, действительно какой-то просветительский, да, может быть, момент для того, чтобы понимать, что здесь представлено и в чем гениальна, собственно, эта работа. Потому что, ну, зачастую бывает, что, ну, такой объект без комментария, а вся вот эта концепция, которая в нем заложена, бывает не совсем понятна. То есть ты просто видишь, что какие-то бактерии, ну, бывает, да? Здесь нужно пояснить вот эту серию переводов, как из чего произошло. Ну, может, даже не столько объяснение. Сама площадка должна быть к этому готова. То есть все равно должны быть определенные условия хранения этих объектов, там, работы с ними. То есть не любая площадка, и тут даже не идет речь о каком-то конкретном музее. Думаю, в принципе, должны такие выставки тогда проходить регулярно, чтобы был опыт работы с этими выставками, ну, допустим, в Кирове. Мы использовали, если не ошибаюсь, максимум, который мы использовали, это, по-моему, на выставке эти копыли, у нас была земля. И, в принципе, не могу сказать, что было какое-то сильное удивление, хотя особых комментариев мы не давали, по-моему, там не было ни аудиогидов, ни арт-медиаторов на тот момент, но сама площадка должна быть реально готова принимать такие проекты. Я добавлю, что вот такого рода произведения, они тянут за собой инициациональные изменения. И одно из самых важных инициациональных изменений сводится к сцепке между музеями, центрами современного искусства и вообще галереями, выставочными площадками с сознаниями центрами, с университетами. Вот, например, когда меня куратору приглашают куда-либо, первый мой вопрос – насколько ваш музей или центр современного искусства наладил взаимоотношения с местными университетами, лабораториями, научно-исследовательской базой, ну, вы понимаете, да? Например, втягивать, представить, что в музее появится некая аппаратура, которая позволяет выставлять такие вещи, ведь важно еще отметить, что с такими произведениями искусства на выставочной площадке привносится определенная специфическая аппаратура, например, биореактор. Биореактор – это такая черная коробочка, которая позволяет поддерживать, питать и сохранять, скажем, тканевые живые образования, да, то есть некая тканевая основа или бактериальная основа, нечто в условной чашке петли, да? Вот чтобы оно жило, его нужно питать, его нужно поддерживать, а для этого нужен биореактор. Это, как в свое время, довольно трудно было представить, скажем, в галереях или музеях, там видеопроекционное оборудование. Зачем, если у нас есть картины, скульптуры, инсталляции и тому подобное и прочее? Однако же сейчас видеопроекторы, компьютеры – это обычная и нормальная составляющая работы любого музея, да? Так и здесь привносится некое оборудование, но это оборудование очень быстро устаревает. Требовать от музея, вы представьте, какие средства нужно, чтобы это оборудование воспроизводилось каким-то образом, да? Чтобы его нужно было заменять. Гораздо легче в таких условиях делать смычку с научно-исследовательским центром либо университетом. И посмотрите, что происходит на этом знаниевом поле. Кластеры знаний, в качестве которых выступают музеи, Центры современного искусства и университеты, они начинают между собой сцепляться. И вот мы говорим о междисциплинарке, а по сути дела этих сцепок требуют сами произведения искусства и сами практики современных художников, потому что если у нас нет оборудования, инфраструктуры для выставления, представления такого рода работ, ну тогда и таких работ не появится, да? И что дальше происходит? Такого рода произведения также требуют образовательных практик, да? И это, в свою очередь, тянет за собой междисциплинарные образовательные программы. Они начинаются как такие, как вот сейчас стартовал в музее, да? Но это временная как бы инициатива, а нужны такого рода постоянные инициативы. А это значит, что в структуре университетов должны быть учреждены определенные бакалавриаты либо магистратуры, либо просто образовательные программы, которые готовят такого рода специалистов, которые одновременно являются профессионалами в каких-то областях. Допустим, художник и робототехник, художник и биолог или там микробиолог, да? Художник и IT-специалист. И тогда наступает старт разного рода бакалавриатам и магистратурам, которые в России, надо сказать, уже этот этап тоже начался. Достаточно привести в пример, скажем, университет ЭТМО в Санкт-Петербурге. Там существует магистратура Art and Science. В Томском государственном университете в Сибири магистратура Art and Science. В Высшей школе экономики магистратура Art and Science. Различные магистратуры по технологическому искусству существуют. Там программинг, робототехника. Это уже иной сплав различных, казалось бы, прежде совсем различных областей. И вот это вот накручивает клубок, знаний в клубок, который готовят следующего уровня специалистов. Соня, у нас просто программа действия уже. Все, у нас есть университет. И даже будет лектор из ЭТМО. Мы пригласили руководителя магистратуры Art and Science Ольгу Ватт. Ждем ее в апреле. Надеюсь, все получится. 27-го, по-моему, апреля. Слушай, можно будет поговорить на эту тему? Надо обязательно пригласить представителей нашего университета на эту лекцию, да, и каким-то образом инициировать создание такой программы, кафедры. Сейчас вот эти намерения о стратегическом партнерстве, они везде заключаются между разного рода университетами и музеями. Это сейчас нормальная практика. К слову, вот мы упомянули университет ЭТМО, а у него стратегическое партнерство с Эрмитажем. Через две недели я еду в Нижний Новгород, где будет подписано стратегическое партнерство между ГМИ имени Пушкина, Пушкинским музеем, и университетом Лобачевского в Нижнем Новгороде. То есть вот эти связки, они везде и всюду начинают выкристаллизовываться. Это действительно стратегическое такое направление сцепки искусства и науки. И здесь должен возникать вопрос. Ну, понятно, что художникам дает наука и технология. Это те самые инструменты, подходы, знания и решения. Но что с того науки? Зачем ученому странная персона под названием художник? Непредсказуемая, анархичная, раздолбай. Ну, как воспринимается современный художник в глазах большинства наших сограждан. Очень странная, непредсказуемая и анархичная. Так вот, что получает наука и ученый от сотрудничества с художником? Это всегда хороший вопрос. У вас нет ответа? Нет, нет. У меня есть ответы на все эти вопросы. А ты нас спрашиваешь? Ну да, мне было бы интересно ответить. Есть же примеры, когда в процессе такого взаимодействия происходят какие-то изобретения, какие-то неожиданные. То есть, когда, собственно, какая-то запланированная экспериментальная форма, ну, вот прям по латуру вещи дают сдачи. То есть, происходит то, что никак невозможно было просчитать в эксперименте. Точно так же здесь идеи могут давать сдачи. То есть, все, что мы там предположили, как ученые рассчитали, бывают какие-то неожиданные эффекты. А понятно, что здесь есть какая-то возможность смены оптики. То есть, все равно, ну, есть такое мнение, что у каждой дисциплины своя какая-то оптика, свой языкописание, человек в этом замкнут. И это иногда бывает, ну, довольно таким большим препятствием такого рода консервативный взгляд. И, естественно, когда ты взаимодействуешь прям вот близко-близко, ну, вроде каких-то практик с человеком совершенно другой планеты, ну, сложно найти какой-то общий язык. Но когда это получается, происходит какое-то расширение. И чем больше у тебя оптик, тем больше у тебя шансов, возможностей взглянуть на один и тот же объект, казалось бы, множеством глаз. Я вспоминаю в связи с этим замечательный проект моей коллеги Санкт-Петербурга Ирины Актугановой, которая курировала в институте Павлова. Есть под Санкт-Петербургом поселок Колтушев, город Колтушев, где в 30-е годы 20-го столетия работал Павлов, и у него был научно-исследовательский институт, и он сегодня тоже существует, этот научно-исследовательский институт. И вот Ирина Актуганова вышла на руководство этого института как раз с предложением не просто оформить музей Павлова, а наладить стратегическое партнерство между сотрудниками и научно-исследовательскими лабораториями этого института и художниками. И в итоге они получили президентский, по-моему, два президентских гранта, потому что это была довольно длительная такая программа. На мой взгляд, это просто прекрасный был пример, потому что вначале мы видели, я там был в качестве эксперта, мы видели первоначальное отторжение, смущение, нерешительность учёных. Они задавали вопрос, зачем нам вот это вообще всё, для чего. Но там очень пронзительный и очень ясновидящий директор этого института, который очень чётко решил нужно, замечательная такая академик, женщина. И эта программа подразумевала Open Call, по которому собрались, были отобраны на тот момент, я бы сказал, лучшие такие силы художественного фронта, которые были готовы работать в этом направлении. Их всех свезли в этот научно-исследовательский институт. Учёные сделали такие презентации по направлениям работы каждой лаборатории. И потом художникам было дано некоторое время, чтобы подумать, походить и прислать свои предложения, с какими лабораториями, с какими учёными они хотят сотрудничать, какие идеи есть. И по результатам через год появилась целая экспозиция, постоянная действующая экспозиция. То есть если сейчас решите ближе к лету отдохнуть в Санкт-Петербурге, то не поленитесь, ездите в Колтуше, в этот научно-исследовательский институт. Там отдельный, там есть музей Павлова, и как раз на двух этажах этого музея Павлова представлена постоянно действующая экспозиция, куда инкорпорировано порядка 10-12 проектов, инсталляций, которые были реализованы художниками вместе с учёными. Художники предлагают модели решений. Эти модели могут быть несколько избыточны. Но они тем самым, художники, отрабатывают определённые техники и технологии. К слову, я вот говорил о двух технологиях, IPS программирование и CRISPR-Cas9. И за обе эти технологии были в своё время даны в прошлом десятилетии Нобелевские премии. Это значит, что художники, посмотрите, какой знаний потенциал, что художники не просто, как мы говорили, должны использовать ради мэйды дюшановского толка, цапнул готовый продукт и выставил его в каком-то другом контексте. Этого уже недостаточно. Повторять дюшана уже недостаточно. Достаточно спустя сто лет после внедрения этих практик. Теперь художники должны обладать таким же технологическим потенциалом, знанием потенциалом, как и учёные. Для этого им как раз и нужно образовываться и учиться в тех самых бакалавриатах, магистратурах, PhD-программах, которые предлагают... Междисциплинарного толка, которые предлагают с одной стороны технологические решения, со стороны науки исследовательские и технологические решения. А вот теперь мы доходим до вопроса, что могут дать художники науке. Мы привыкли к тому, точнее, мы знаем, что учёные растут и формируются в пределах рационалистической парадигмы. Учёные, а особенно российские учёные, могут всё. Я в это свято верю. Но то, чего не может сделать ни один учёный, он не может выпрыгнуть за пределы рационализма, потому что он онтологически в этом существует. Выпрыгнуть за пределы рациональной парадигмы для художника вообще не составляет никакого труда. Он туда и впрыгивать-то не особо собирался. Вот, да. А теперь мы представим, когда художник обладает вот этим знанием и потенциалом и технологическими наработками и не удерживает себя в рамках рациональной парадигмы, рационалистической парадигмы, он может сделать всё. Он может предложать такие картины введения, такие перспективы действия, которые первоначально могут воспринять как дикие и неблизкие, и непонятные. И тогда задействуется тот самый адаптационный потенциал. И вот мы пришли к этому второму страшному слову в названии моей лекции – адаптация. Адаптация, поскольку мы говорим о кибернетике и об искусстве, для меня в моих представлениях кибернетика и искусство – примерно равные вещи. Что делает традиционная наука? Она смотрит на окружающий мир и говорит, теперь я буду это познавать. Познавать я это буду посредством деления, бесконечной череды редукционистских ходов, которые на уменьшение, ну, на редукцию направлены, на вычленение определенного фрагмента реальности. Кибернетика и искусство, скажем, кибернетика – это, конечно, раздел науки в первую очередь. Но науки очень странной. И сегодня я как раз буду говорить о том, чем эта наука странна. она оперирует не с окружающим миром, а она оперирует с нашим непониманием того, как она работает. То есть мы в отношении кибернетики имеем дело с неким черным ящиком, и мы не знаем, что внутри него происходит. Мы только видим поступающие сигналы в эту коробочку и исходящие сигналы. Эти исходящие сигналы каким-то образом отличаются от поступающих. Тем самым мы делаем вывод, что что-то внутри этой черной коробочки происходит, а что происходит – непонятно. И мы вынуждены адаптироваться к этим изменениям, не зная, что в них происходит. Тем самым кибернетика страшно похожа на искусство. Искусство тоже не знает, как функционирует мир. И то, что предлагает искусство, оно предлагает стратегии адаптации к этому миру за счет разных-разных стратегий. И вот эта первоначальная такая похожесть позволяет в дальнейшем в лекции мне разворачивать картинки, видения, которые сополагают искусство и науку. И я сопровождаю это конкретными совершенно примерами, примерами реализованных проектов, как правило, это будут совсем свежие примеры, потому что задача куратора – еще и рассказать, что, собственно, происходит на этом тематическом поле в последние, вот совсем в последние годы. и показать, как это работает, что происходит, чтобы у слушателей и зрителей сформировалось впечатление, что тема музея, искусства – это не унылая какая-то атмосфера, а это абсолютно живой, пульсирующий, актуальный механизм. С моей точки зрения вообще актуальнее искусство, современнее искусство в своих исследовательских подходах и интереснее музея, мест вообще не найти. Мы с вами согласны абсолютно. Потому что музей представляет собой архив. Архив – это не пыльный архив, а это архив решений, в том числе художественных решений, с которыми мы, с элементами которого, этого архива, мы можем сопоставить свои действия и решения, даже не художественные решения, а просто свои решения как людей. Сопоставить, и вот здесь как раз вступает в работу та самая кибернетическая парадигма. Мы посылаем в окружающий мир сигналы, и из этого окружающего мира получаем сигналы. И вот эта вот логика пинг-понга, перепинывания шарика с одной стороны на другой, где роль шарика играет сигнал, он как раз лежит в основе тех самых симметричных отношений с окружающим миром. Я посылаю сигнал, и я не знаю, что мне прилетит в ответ. Иногда может прилететь в ответ не мячик для пинг-понга, не шарик для пинг-понга, а глыбы чего-нибудь непонятное. Но так или иначе, вот эта вот пересылка сигналов, она лежит, обмен импульсами, он лежит как раз в основе кибернетической парадигмы и открытости миру. Мы должны быть открытыми. Кибернетика говорит очень много о человеке. Она говорит о симметрии, о равноправии, об открытости, о доверии, о том, ровно какой эмоциональный посыл ты посылаешь миру, ровно такую ответку ты и получаешь. И это выводит нас, вот эта кибернетическая парадигма, она выводит нас на переоценку той роли, которую мы занимаем сейчас в жизни и тех наших действий, адекватности действий, которые описывают наши, там, я не знаю, систему, кибернетическую систему под названием Российская Федерация в отношении к миру остальному. Ну, очень идеологически верная парадигма у кибернетики, скажем так. Я, на самом деле, готова, конечно, бесконечно разговаривать с вами, Дмитрий, и с тобой, Соня, но, наверное, мы сейчас прервемся и продолжим наше какое-то общение уже за записью, поэтому спасибо вам огромное за все бесконечные примеры и чудесные идеи. Мы все не рассказываем, мы оставляем очень многое на вечер, на лекцию. Сейчас только немножечко какие-то просто основы и примеры того, что будет вечером, рассказали, поэтому, дорогие наши зрители, приходите вечером. Соня, напомни, пожалуйста, в главном здании. Да, в главном здании, и будет прямая трансляция. Да, подключайтесь, если не сможете прийти. 12 плюс возрастные ограничения у этой лекции и у всех последующих тоже. Спасибо огромное, друзья. Спасибо вам и до новых встреч. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ